Университеты с древних времен являются одними из ключевых институтов социализации, которые помогают каждому найти свое место в мире и адаптироваться в обществе. Университет складывается из многих аспектов. Это не просто здание, не просто сооружение, а целый живой организм. В нем так же, как и в человеке, есть сердце, а внутри этого сердца складываются самые важные частички — личности. Так, важнейшей составляющей любого университета являются студенты, и именно они в большей степени формируют представление и репутацию о ВУЗе. Поэтому студенты составляют сердце университета, ведь без них организм попросту не может функционировать. А в случае РАУ это не только студенты, но и обучающиеся центры довузовского образования. ЦДО готовит будущих студентов, и из дверей ЦДО они выходят уже осознанными и подготовленными к поступлению. Обучающиеся ЦДО активно участвуют в творческой жизни университета и показывают отличные результаты на международных конкурсах. На этот раз трое обучающихся одержали победу в Международном фестивале юных режиссеров, который состоялся в Литве. Это масштабный фестиваль, который уже много лет предоставляет возможность студентам проявить свои способности. В рамках конкурса необходимо было представить короткометражные фильмы на тему «Необычный взгляд на обычные вещи». Мой фильм был о том, что человек должен внутри себя измениться, то есть он должен пройти определенный какой-то этап в жизни сложный, и после этого он должен пойти по правильной, так скажем, дороге. Подготовка к конкурсу длилась три месяца. Мы об этом конкурсе узнали в январе, и до мая мы готовились. Для меня мотивацией был мой друг. У него были определенные сложности, и он в итоге пошел по той пути, которая показана в фильме. Для меня важны и победы, и участие, потому что это для меня объединено. То есть я могу участвовать и проиграть, но все-таки победа важнее. Съемка, подбор цветов, подбор локаций – вот это развитие мне очень помогло, и в будущем, надеюсь, тоже поможет. Мой фильм был про семью, про сравнение семьи и создание разных тканей. Для меня важно, чтобы мой фильм увидели. У меня есть в планах создание еще фильмов. У меня уже готовый сценарий для них. Человек по своей натуре всегда находится в движении и стремится к чему-то. В моем фильме человек стремится к Богу, что показывает полет самолета наверх. Не считая съемки, которые проходили не только в Ереване, но и в других местах Армении. Музыка была специально создана для моего фильма. Мотивацией было показывать людям, чего сейчас не хватает и к чему нужно обращать внимание. То есть всегда находиться в движении, непонятном в каком. То есть всегда двигаться в какую-то сторону. Участие дает очень много эмоций, которые нельзя сравнить ни с чем. Эмоции были очень интересные. То есть когда ты видишь фильм «Коллег», можно так сказать. Потому что мы не были знакомы абсолютно ни с кем. И в этот момент ты уже видишь фильмы, и это новые эмоции тоже очень интересные. Смотреть то, как работает, чем работает, и какие у других мысли. Кто что хочет преподнести другим людям. Ребята собираются продолжить творческую деятельность, а также показать себя на других международных площадках с новыми проектами. Они уже работают над оригинальными фильмами, которые в скором времени мы также увидим. Но самое большое их достижение – это то, что они в скором времени вступят в ряды студентов Российско-Армянского университета. Еще не являясь официально студентами, они уже показывают отличные результаты. Имея таких студентов и имеет такой огромный потенциал, РАУ, несомненно, ждет большое светлое будущее. Ну а мы желаем всем удачи и новых побед! Закаряна Изабель специально для РАУ-ТВ.